Новый год невозможно представить без елки с игрушками и гирляндами. Пожалуй, самые необычные новогодние елки приготовили юные флористы. В эколого-биологическом центре определили авторов лучших работ конкурса «В лесу родилась елочка и пусть она растет». Ты такую елку не найдешь. Это не слоган, а название, которое себя оправдывает. На выставке юных флористов поселились самые необычные елки. Чудо в перьях, королева бала, елочка для лошадки и даже прилетела из Оречевского района новогодняя комета. Анастасия Тяжельникова сама собирала природные материалы, придумывала композицию, а за мудрым советом обращалась к преподавателю. В итоге и получилось новогоднее чудо. У Галины Владимировны я первый год и сразу я удивилась, как такое могло чудо у меня произойти. Я создавала ее для новогоднего настроения, чтобы порадовать своих родителей, бабушку, дедушку, папу, маму. Выставка собрала около 200 зимних и рождественских композиций. И, конечно, победу при такой конкуренции елочных изделий сулит только своя изюминка. Трендом работ этого года стало обращение к восточному календарю. Отсюда и все, что связано с годом лошади – подковы, сено, пряники и сухофрукты. Порой даже сразу не рассмотришь, что это есть, но если внимательно приглядеться, это все присутствует. Эта лошадь все любит. И, конечно, сам образ лошади. Вот у нас призовое место – это лошадь и сено. Малыш сделал начально 9 лет, но это просто не передать словами, это надо видеть. Свои новогодние чудеса ребята творили в клубах по месту жительства, домах творчества и школах. Юные флористы выбирали, что им больше по душе – стилизованные, подвесные или настенные композиции. Например, последние занимают немного места и служат отличным элементом декора. Примечательно и то, что каждая елочка рассказывает свою историю. Не исключение и работа победительницы творческого коллектива из города Слободского. Она называется «Ангелы Реи незримо славят рождение Христа». И каждый ангел, там 5 ангелов, и они все олицетворяют путников каких-то, странников. Один у нас – три волхва, один у нас с посохом даже, второй у нас – звонарь, третий ангел – хранитель у детей. И вот они все разные. А елочка елочкой, сама собой, да. А тут мы решили как-то немножечко выделить ее в честь именно этого праздника. Все победители получили благодарственные письма, дипломы и сладкие призы. На этом, в помещении областного эколого-биологического центра, зимняя сказка закончилась. Теперь она обоснуется в кружках творчества, домах юных флористов, а главное – в сердцах мастеров. Милана Поварницына, Владимир Подлевских, Вести, Кировская область.